МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реквизиты банковских карт, порой под предлогом начисления дополнительных выплат. Также мошенники представляются медиками, чтобы проникнуть в дом и похитить имущество. Самый распространенный способ – звонят на сотовый или на стационарный абонентский номер, представляют сотрудниками банков, говорят, что происходят несанкционированные операции по счетам, вкладам. Просат сообщить реквизиты, а также сообщить смс-код, который приходит. Реквизиты используют в дальнейшем смс-код, получают доступ к мобильному банку и похищают денежные средства. В этом году ожидается несколько большее по сравнению с прошлым годом количество клещей. Ну и, соответственно, если большее количество клещей, значит и большее количество зараженных клещей тоже. И большая возможность человеку на природе столкнуться с инфицированным клещом. Больше двух тысяч уральцев с начала сезона пострадали от укусов клещей. Из них 616 – дети. Это в два раза выше аналогичного периода в 2019 году. Случаи присасывания членистоногих зарегистрированы в 53 региональных муниципалитетах. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит госпитализировано 5 человек, в том числе трое детей. Клещевой боррелиоз выявлен у четырех человек, три из них несовершеннолетние. В прошлом году на этот момент заболевших не было. Обработка зеленых насаждений в городе только началась. Она затронет все парки и скверы в городе. Это 313 гектаров, а также городские леса. Мы просим жителей города не ходить во время обработок по траве. В идеале, конечно, это в течение трех-пяти дней не посещать места. Стартовал второй этап разработки талисмана Всемирных летних студенческих игр в Екатеринбурге. Жители страны на голосование выбрали 12 персонажей. Теперь каждого из них изобразят молодые художники. Работы принимают три недели. После этого жюри выберет три лучших варианта. Свои силы могут попробовать студенты всех художественных вузов страны. Работа индивидуально или в группах. Лучшие получат приглашение на церемонию открытия игр. Конкурс поддерживает глава региона. По словам Евгения Куйвышева, это отличный шанс для молодых дизайнеров проявить себя. Губернатор отметил, что окончательный выбор за жителями страны. Образы трех финалистов вынесут на голосование. Также все вместе мы сможем выбрать имя героя студенческих игр. Более 150 горожан, не выходя из дома, спели «Смуглянку». Классику советского кинорепертуара исполнил сводный хор из воспитанников и преподавателей детских школ искусств Екатеринбурга. Дети пели под аккомпанемент 30 учителей. Ролик стал вторым из концертной онлайн-программы «Мы, внуки, твои, победа». Всего в проекте, который реализуется под руководством Управления культуры администрации Екатеринбурга, примут участие более 2000 музыкантов. Они дистанционно исполнят разные произведения военных лет.